Приветствуем, друзья, смотрите холодильные новости за понедельник, 25 сентября 2023 года, на нашем канале. System Air представил укороченную версию агрегатов C-Simple серии Top XSF-02M. Fregoglas Евразия, экспортер года в сфере машиностроения в CFO. X5 Group объявила о планах по расширению на Дальнем Востоке. Новый хаб из трех распредцентров возведут в Невиномыске. Фармкомплекс построит индийский инвестор в Мурманске. Ледовый дворец Полярис во Владимире планируют открыть в конце сентября. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. System Air представил укороченную версию агрегатов C-Simple серии Top XSF-02M. System Air запустил укороченную версию приточных агрегатов Top XSF-02M с расходом воздуха до 900 метров 0 в час. Буква и квот, М и квот, означает и квот, мини-квот. Модель аналогична стандартной версии, только с укороченным корпусом и кнопочной панелью управления вместо сенсорной. Данные агрегаты проспект. Читайте подробнее, на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Фригоглас Евразия, экспортер года в сфере машиностроения в CFO. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии, экспортер года определила победителей в CFO. В состав комиссии вошли представители федеральных министерств, российского экспортного центра и предпринимательских объединений. Победителями стали как компании малого и среднего бизнеса, Т. Читайте подробнее, на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. X5 Group объявила о планах по расширению на Дальнем Востоке. X5 Group подписала соглашение о сотрудничестве с четырьмя регионами Дальневосточного федерального округа. Так, в ходе Восточного экономического форума компания заключила партнерство с Приморским краем, Сахалинской областью, Камчатским краем и Еврейской автономной областью, ИАО. Кроме того, компания ОБЭ. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Новый хаб из трех распредцентров возведут в Невиномыске. В Невиномыске построят центр сети, торговых и дистрибьюторских центров. По словам министра экономического развития Ставропольского края Дениса Полюбина, в ближайшие пять лет в регионе планируют осуществить 10 крупных инвестиционных проектов на общую сумму в 15 миллиардов рублей. Процесс РЭ. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Пятая новость сегодня. Фармкомплекс построит индийский инвестор в Мурманске. Компания Сафарм, новый резидент Арктической зоны Российской Федерации, АЗРФ, в четвертом квартале 2027 года запустит в Мурманске масштабный фармацевтический комплекс. Новое предприятие будет нацелено на производство общих, гормональных и онкологических препаратов. Продукция заместит импорт таких лекарств. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Шестая новость сегодня. Ледовый дворец Полярис во Владимире планируют открыть в конце сентября. В ноябре 2022 года Александр Авдеев осмотрел недействующий, ныне Ледовый дворец Полярис во Владимире. Посодействовать в перезапуске проекта главу региона просили и хоккеисты, и просто любящие спорт жители областного центра. В выездном мероприятии губернатора сопровождали в Рее его заместителя. На сегодня все. Поделитесь новостями с коллегами и партнерами, читайте холодильные новости в соцсетях или по подписке. Ссылки внизу. Продолжение следует...